Культура на первом месте. Об особенностях проекта поддержки местных инициатив рассказали на тематической пресс-конференции. Напомним, проект реализуется на территории нашего региона с 2016 года и направлен на вовлечение сельского населения в процесс распределения бюджетных средств. За четыре года реализовано 256 проектов на общую сумму 336 миллионов рублей. В 2015 году у нас анализация этого проекта выделялась всего 15,6 миллиона рублей. При этом благополучателями было 63 тысячи человек. Если говорить уже про 2019 год, то уже в 2019 году мы выделяем 130 миллионов рублей и благополучателями становится 177 тысяч человек. То есть мы видим, что буквально практически в три раза возрастает охват населения по реализации данного проекта. Большое количество проектов касается благоустройства и ремонта водопроводов. Но на первом месте у сельчан восстановление и ремонт домов культуры, как средоточие культурной жизни населения. Первые строчки рейтинга занимают Ульяновские и Радищевские районы. За четыре года они отремонтировали в рамках проекта по 9 учреждений культуры. А вот Корсунские и Сурские районы отстают. В этом году они даже не заявились на конкурс. Всего в 2019 в проект попали 73 объекта культуры на общую сумму почти в 130 миллионов рублей. Таким образом мы возрождаем культуру населения с точки зрения вовлечения населения в любительские объединения, в объединение, скажем так, народных коллективов. Плюс мы имеем возможность посещать данные уже учреждения даже поселенческого уровня с нашим проектом «Искусство без границ». Это внутригастрольная деятельность профессиональных коллективов. Озерское сельское поселение каждый год заявляется на конкурс. В 2016-м таким образом селяне отремонтировали ДК. В 2017-м торжественно открыли после ремонта памятник ансамбль погибшим воинам-озерцам в годы Великой Отечественной войны. В 2018-м году очень приоритетным стал вопрос пожарной безопасности села. И практически все жители не только села Озерки, но и соседних сел, которые относятся к нашему поселению, присутствовали на большом празднике в связи с открытием этого пожарного депо. Всего за 4 года проект охватил около 550 тысяч человек нашего региона. Это 44% от общей численности населения Ульяновской области.